Здравствуйте, уважаемые любители спорта! 29 октября 2022 года прошли финальные бои московского турнира по боксу в памяти прославленного боксера Олега Каратаева. Седьмой раз чемпион мира по боксу Андрей Курнявко собрал на ринге этих соревнований юных боксеров Москвы, Подмосковья, регионов России. В этом году приехали также спортсмены Красноярского края, Республики Алания. В очередной раз турниру оказала поддержку Федерация бокса России и Федерация бокса города Москвы. Была организована прямая трансляция соревнований. Меценаты и спонсор турнира, о которых мы расскажем в этом репортаже, создали комфортные условия для участников соревнований, тренеров, зрителей, призы, награды боксерам, полезные презенты и памятные сувениры для чемпионов, гостей и ветеранов спорта. В этом репортаже мы увидим фрагменты боев, церемонии награждения, почетных гостей турнира и ветеранов бокса, заслуженных артистов театра и кино, которые приехали на эти соревнования. Мы всех увидим и всех послушаем. Но что необходимо отметить? Главной целью первых таких турниров много лет назад была дань памяти на каутеру, блиставшему на рингах Европы и мира, четырехкратному чемпиону СССР по боксу Олегу Георгиевичу Каратаеву. Встреча ветеранов, которые смотрели на боксерские поединки юношей. А сейчас этот турнир в памяти Олега Каратаева, о котором молва идет уже по всей России, стал той спортивной площадкой для юных звезд бокса, с которой они берут старт к новым вершинам. Здесь участвуют и девочки, и мальчики, это юноши. Бои хорошие, народу очень много. Сегодня финал, поэтому я желаю молодому поколению показать на все, что они способны. И пусть этот турнир будет таким маленьким толчком уже к более высоким победам и к более высоким турнирам. На этом турнире я провел три боя. Соперники, в принципе, хорошие, но мой функционал очень сильный. Я хорошо готовился, хорошо тренировался, поэтому я не удивлен победе. Самый важный, ближайший пример, это турнир в Москве, где я собираюсь занять первое место. Боксер-минтеллективный из синего угла, Ивана Тавасимова, ЦСКА. Я с интересом смотрела бои девочек. Они были очень зрелищные, яркие. Все девчонки молодцы. Я им желаю дальнейших побед, удачи и, конечно же, позитива. Из десяти девушек-финалисток турнира лучшей была признана Кристина Невмянова из Подмосковья. Ее воспитал в школе Олимпийского резерва тренер Игорь Спирин. Кристина выиграла в этом году первенство России, выполнила норматив кандидату в мастера спорта и стала первым номером сборной команды страны. Девушек ждут новые победы, а маленьким гостям турнира можно поиграть в медицинского работника. И вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. У меня сегодня счастливый день. Сегодня финал турнира памяти моего мужа Олега Каратаева. И я очень рада видеть всех гостей, участников. И особенно я рада и счастлива, что присутствуют мои подруги, вдовы великих боксеров. Я очень счастлива увидеть своих подруг Ирину Ксилеву, Лену Пролову, Абрамову, Островерхову, Свету, Лиду Севку, Дегтяреву Ирину, Кошу Леву Тамару, Васильеву Нелли и Кошкину Олю. Лагутину Татьяну Петровну. Я очень счастлива, что она смогла посетить этот турнир, которыми я дружу очень много-много лет. Мы очень счастливы, что мы встречаемся вместе. Дорогие ребята, спортсмены, и особенно тренеры, огромное внимание у меня сейчас к тренерам, потому что сколько надо сил, столько надо умения и мастерства, чтобы быть наставником вот таких ребят, молодых, маленьких, которые приходят заниматься боксом. И сегодня мы увидели уже те достижения, которые они получили от своих наставников. Ребята, я хочу вам пожелать здоровья, самое главное – удачи, трудолюбия, потому что такого трудолюбия, чтобы вы могли достичь олимпийских высот. И это самое главное. А вообще, честь и достоинство, которые настоящие мужчины получают здесь, занимаясь боксом. Бокс – это спорт мужчин, но старайтесь добиться высших результатов. Я желаю всем успехов, здоровья, и чтобы турнир, посвященный Олегу Каратаеву, длился как можно дольше. Потому что, когда мы приходим, когда мы помним, когда мы вспоминаем наших великих боксеров, они живут с нами. И пусть это продолжается как можно дольше. Ребята, это зависит от вас, чтобы вы несли флаг советского, российского бокса высоко и гордились, что вы из России. Правильно? Вот так вот. Градских народов Союз не давай Это беда твоя Бодрость народная Славься, страна, Мы гордимся тобой Данный турнир проводится Андреем Курнявкой. Я знаю, Андрей Курнявка – это наша легенда. Мы с ним много общаемся, у нас много общего по развитию молодежи. И вот такие турниры, они позволяют привлечь нашу молодежь именно из юношеского возраста, дать им нужное направление. Тогда у них будет правильное мышление. Соответственно, и все дальше в жизни у них будет правильно. Но что значит, когда ребенок записывается в секцию бокса? Это не только он учится боксировать, там физические свои данные повышает. Он еще учится работать в коллективе, дружить с друзьями, дружить, помогать, уважение к старшим, быть чистым, опрятным, нигде не опаздывать. Понимаете? Здесь много качества, одно за другим все связано. И в конце концов маленький, юноша вырастает в приличного человека. И создается ячейка общества, правильная ячейка общества. Будущее нашего государства. И до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Вот уже седьмой турнир в памяти Олега Каратаева. Турнир проводит чемпион мира Андрей Курнявко, за что ему огромное-огромное спасибо. Конечно, нам очень важно, важно помнить этого нашего великого чемпиона Олега Каратаева. И вот прям книжечка вот такая вот. Мне подарили вдова Олега Каратаева подарила эту книжечку. Вы знаете, очень важный турнир я смотрю, особенно в свете новых обстоятельств и событий. И вот они здесь сейчас воспитываются настоящие защитники Родины. Настоящие мужчины, настоящие защитники, которые вырабатывают в себе навык храбрости, выходя в ринг. Это, на мой взгляд, важнейший результат занятий боксом. Поэтому я всем мальчишкам желаю побед, желаю чемпионства, желаю сохранять в своем сердце и, извините, в своей физической форме бокс на всю жизнь. Спасибо Андрею Курнявке за этот потрясающий турнир, уже многолетний, и просветание турниру в памяти Олега Каратаева. Участников соревнований, тренеров и судей благословил православный священник, настоятель патриаршего подворья Ирей Серафим Усунин. Занятие спортом это великое дело, которое формирует в человеке основные качества. Это мужество, это храбрость. И данное мероприятие поднимает молодому поколению дух, который позволяет дальше человеку развиваться и укрепляться. Мы очень благодарны организаторам этого турнира и надеемся, что он будет в дальнейшем приносить пользу нашему молодому поколению. Андрею Курнявке отдельное пожелание провести еще множество турниров. Множество. Сустав участников очень качественный. Хорошие бои, классные пацаны и на таких турнирах они наращивают свое мастерство и Андрюху молодец, даешь такую возможность пацанам. Пусти на Местор В Ну что, очередной турнир ежегодный в памяти заслуженного человека в боксе Олега Каратаева. Я хотел поблагодарить Андрея Курнявку за то, что он этот турнир ведет, за то, что он его проводит. Собрал такую плеяду хороших боксеров здесь. Как всегда, великолепно. Много друзей, много боксеров. Традиционно сильный турнир среди юношей. Поэтому прекрасная атмосфера. Спасибо в очередной раз Андрею Курнявке, главному организатору этого турнира. В операции бокса Москвы всем спонсорам, кто помогает, кто организовывает. Очень ждем, сегодня тоже об этом говорили, очень ждем, что следующий турнир Олег Каратаева будет в новом доме бокса, который в Москве построен и выйдет на новый уровень. Поэтому занимайтесь боксом. Всем прекрасное настроение. Я рад, что нахожусь на турнире Каратаева, этого замечательного человека. Я с ним знакомился с 2009 года в Риге, в 1971 году в Казани. И мы отлично относились друг к другу. Ну, счастливо, что его нет. Но в сердце, в понимании, в душу он всегда с нами. И желаю Андрею Курнявке много раз проводить такие турниры. И меня очень благодарен его за это. Да, не первый раз на турнире имени Каратаева, который проводит у Андрея Курнявка, который мы когда-то вместе в сборной очень много лет были вместе. Трудились, пахали, защищали цвета советского бокса мы когда-то. И этот турнир прекрасно. Очередной раз Андрей его провел. Прекрасные бои, соревнования. Сам процесс соревновательный он выстроил прекрасно. Я очень доволен, что сегодня прошли финальные соревнования. Они были, конечно, мы очень рады видеть таких молодых, хороших звезд. И тренерский состав, который я вижу сейчас, хорошие тренера, которые воспитывают таких бойцов. Молодые, но перспективные ребята там, будучи, можно сказать, чемпионами мира, я двух-трех уже заметил. Я думаю, что они будут побеждать. Такие бойцы. Так что турнир был шикарный. Мы поздравляем. Все провели прекрасно. Мы были довольны. Все ветераны. Заслуженный России Вагиф Ширинович. Вагиф Ширинович, очень приятно вас награждать. Вы прекрасный человек, прекрасное зрение, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Мастер спорта ССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион ССР. Двукратный абсолютный чемпион Советского Союза. Серебряный призер чемпионата Европы. Президент клуба «Первая перчатка» Рамзан Бакраевич. Сибирь. Поприветствую. Поприветствую. Мне хочется сказать слава и благодаря всем участникам соревнований. Всем своим друзьям, кто пришел на этот турнир. Всем ветеранам. Ну и, конечно, меценатам, моим друзьям, кто помогал в организации такого прекрасного турнира. Спасибо вам огромное. Всем здравствуйте. Говорю от своего лица, от лица своего партнера Александра Гребенца. То, что мы являемся спонсорами данного мероприятия. Помогаем Андрилю Корнявко, чемпиону мира в организации этого прекрасного дела. Организации турнира по боксу для детей, для юношей. Это наше наследие. Для нас это важно. Мы туда вкладываем время, внимание, ну и, соответственно, средства, которые у нас есть. Да, и спасибо, что предоставляете такую возможность для нас. Боксеры, победители и финалисты турнира построятся и приготовятся к награждению. Мы знамя российского спорта несем, над рингом его поднимая. Гордятся боксеры великой страной, перчатки на бой одевая. Воспитаны мужеством сильных людей, путь к рингу спортсменам измерен. Российских боксеров встречает весь мир, весь мир в их победе уверен. Тут отвага и честь, и победа не счесть, для которых не нужен меч. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Пока он пошлем, мы любого врага, Россия, тобой мы гордимся. Возвысить тебя на года, на века, на ринге и в песне стремимся. Нас вырастил сильный, великий народ, отравил заморские дали. Где вслед за медалями и пояса, на ринге мы завоевали. Тут отвага и честь, и победа не счесть, для которых не нужен меч. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Занимайтесь спортом, тренируйтесь, как для спорта, так и для себя. Занимайтесь спортом и боксом. Занимайтесь спортом, боксом, будьте здоровы. Для того, чтоб Россию беречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова